На прошлой лекции мы говорили о том, что такое стресс и какие упражнения помогут вам снять нервные напряжения и стрессовое состояние. Сегодня мы поговорим о том, как быть регулярным и постоянным в обучении. Когда мы читаем писание, мы слышим эти слова апостола Павла, «Вникаясь в себя и в учение, занимаясь этим постоянно, и этим ты спасёшь себя и слушающих тебя». Это постоянно является камнем преткновения для многих студентов. Вроде бы ты знаешь, что тебе нужно читать лекции, вроде бы ты знаешь, что вот книга, которую нужно читать, но мысли витают где-то в облаках, на улице хорошая погода, и вообще ты давно не видел свою подругу. Как же быть с этим состоянием? Давайте поговорим об этом. В психологии состояние откладывания дел имеет определенный термин. Оно называется прокрастинацией. Или в простонародье называется синдромом заточки карандашей. Как происходит это в деятельности? Например, у вас есть важное дело, которое вам нужно напременно сделать. Но это тело для вас какое-то тяжёлое или связано с какими-то неприятностями. Поэтому вы начинаете браться за всё, только чтобы не делать это дело. Вы убираете всё на столе, вы решаете разобрать документы, которые там лежат с прошлого года. В конце концов, когда вы всё это сделали, вы обращаете внимание, что ах, ваши карандаши совершенно не заточены. И начинаете заточку трёх пачек карандашей. Почему так происходит? Дело в том, что у человека есть определенные механизмы затягивания или ухода от тех дел, которые вызывают в нём негативную эмоциональную реакцию. Поэтому, когда есть давляющее дело, он пытается любым способом избежать тем, чтобы заниматься им. Особенно негативно это сказывается в учебной деятельности, когда есть определенные запланированные задания, и в какой-то мере это то должествование, которое мы должны исполнить. Как же нам перебороть этот синдром заточки карандашей? Какие советы существуют по этому поводу? Давайте рассмотрим их. Весьма оригинальную методику по этому вопросу предложил Джон Перри. И назвал это структурированным откладыванием на потом. Суть этого метода заключается в том, что, как правило, когда мы составляем список дел, самое важное и главное дело мы ставим наверх. После этого располагаем менее важное и срочное. Джон Перри предложил первым делом ставить что-то, что не требует точного вмешательства, но вместе с тем вызывает к нашей деятельности. Когда мы ставим это дело на первое место, все остальные дела становятся более привлекательны для нас. И мы с охотой принимаемся для того, чтобы их сделать. И, как правило, решаем многие даже неприятные вопросы с идеей только бы не исполнить это первое самое важное и срочное дело. Что же, как быть с ним? Как правило, Джон Перри говорит, это то дело, которое можно отсрочить на некоторое время. И тот факт, что вы поставили его специально первым, помог вам разобраться со многими важными и срочными делами, которые в противном случае заняли бы его место и никогда не были разрешены. В этом случае сам синдром заточки карандашей работает против себя. Что можно порекомендовать еще? Очень действенной методикой является устанавливание себе коротких дел и обозначение определенного промежутка времени, за которым вы можете это сделать. Например, 20 минут вы говорите себе, что вы будете с полной интенсивностью заниматься написанием курсовой работы, а через эти 20 минут вы пойдете и попьете чай. Таким образом вы мобилизуетесь и вкладываете все свои силы на то, чтобы проработать, имея достаточно позитивный выход в конце туннеля. После исполнения этих 20 минут вы делаете перерыв и назначаете себе еще следующие 20 минут, когда вы работаете с полной отдачей. Что происходит за время этого упражнения? Как правило, когда вы сротачиваете свое внимание и полностью выкладываетесь на работе в эти 20 минут, это оказывается достаточно, чтобы вам вовлечься в этот процесс. И если вы думаете, что вы можете обойтись без 15-минутного перерыва на чай, то так и следует делать, продолжать заниматься этим и далее. Как правило, этот простой, но эффективный прием помогает преодолеть изначальное сопротивление, когда нужно заняться чем-то важным, но не очень приятным. Следующую рекомендацию, которую я могу предложить, называют так. Делай это сразу. Какие позиции в этой рекомендации нам можно обозначить? Первое. Делать это сразу – это некоторый принцип, который можно положить себе как установку. Часто прокрастинация – это та привычка, которую мы выработали в себе на протяжении долгого времени. И как любую привычку, преодоление ее занимает определенные усилия. Выберите себе лозунг «Делать это сразу». Если вы получили письмо, которое требует уплаты коммунальных платежей, самое лучшее, что вы можете сделать, это оплатить эти платежи и забыть о письме. Не надо перекладывать это в пачку номер 2, после этого в пачку номер 3 и обнаруживать это через 3 месяца. Как только вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, нужно стараться решить вопрос как можно более рано. Таким образом у вас будет не скапливаться много незаконченных дел, которые начинают через какое-то время оказывать психологическое давление на вас. В следующей позиции в «Правильно делай это сразу» можно принять рекомендацию не накапливать мелких дел. Потому что хотим мы этого или нет, но внутри у нас скапливаются списки тех дел, которые мы не сделали. Через некоторое время они начинают действительно угнетающе действовать на нас. Психологи рекомендуют, кроме важных дел, также расправляться с мелкими. Но выделять на это очень небольшие промежутки времени. Например, час в день вы занимаетесь вашим важным делом, после этого 15 минут вы разгребаете мелкие дела, которые давно у вас скопились. Таким образом по истечении недели вы избавитесь от всех мелочей и почувствуете огромное психологическое облегчение. Следующим аспектом правила «Делай это прямо сейчас» является то, что вы пытаетесь вести себе привычку не нервничать по поводу тех или иных дел. Самое ужасное в явлении прокрастинации является то, что человек эмоционально начинает очень сильно переживать, что он не успел сделать это, не смог сделать то. И кроме этого этих дел скапливается очень много. Чтобы снять это психологическое напряжение, нужно выработать себе привычку не переживать по поводу того, что у вас получилось или не получилось. Просто стараться расправляться с этими делами как можно раньше. Правила «Делай это прямо сейчас» или «ДЭПС», как сокращенно именуют его психологи, хорошо ввести себе привычку. Вы знаете, что мы сами отчасти сформированы теми привычками, которые мы практикуем. Поэтому замена привычки к откладыванию, привычка делать это прямо сейчас, ведет к тому, что вы становитесь более активным, более успешным в своем функционировании. Это особенно важно, когда мы говорим об учебной деятельности, которая всегда строится на какой-то определенной череде заданий, череде чтения, написания каких-то определенных письменных работ. И правило «Делай это прямо сейчас» поможет быть вам пунктуальными и поможет вам быть успешными в вашем обучении. Успехов вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!